Анг Глория for Roman Empire Неплохая игра, но при этом она бесконечно далека от идеала. Цезаря Тут вроде бы все хорошо, но совсем уж детская облегченность геймплея и множество недостающих мелочей Shadow Grounds События происходят на Ганимеде, спутнике Юпитера Планета состоит в основном из горных пород льда, атмосфера практически отсутствует Температура на поверхности минус 165 градусов по Цельсию Но, тем не менее, в 2050 году туда отправляются три экспедиционных корабля, чтобы разбить первый лагерь поселенцев Привет, это программа ФАК Вам все надоело? И хочется поиграть в новую игрушку? Тогда смотрите дальше Мы расскажем вам о четырех компьютерных играх и еще поможем с прохождением А меня зовут Борик Первая игра, о которой мы сегодня расскажем, называется Анг Древний-древний Египет Страшные и пристрашные мумии Загадочные и таинственные пирамиды Ужасные проклятия Атмосфера мистики и тайны Которую хочется выведать аж до дрожи в колен Простите за иносказательность, но какая игра, такое и описание Начинается все, конечно, прямо как у взрослых В таинственной гробнице троицы малолетних шалопаев случайно будет жуткую мумию Да, сверкая голливудской улыбкой, тут же обещаясь их убить Но вместо этого рассыпается с жутким воплем Оставляя нашего глав героя со стильным тату Оно же проклятие на руке И симпатичной висюлькой Оно же Анг Которую наш не по годам мудрый протеже Немедленно навешивает себе на шею Что делать? Идем домой жаловаться папеньке Но папенька как-то слабо реагирует на наши вопли об ужасающем проклятии Его гораздо больше волнует, что его несмышленыш спер ключи от пирамиды А поэтому под замок на неделю Ой-ой, а нам срочно надо к фараону снимать проклятие Официальную продажу игра поступила 17 марта 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2,5 ГГц 512 МБ оперативной памяти 1 ГБ на жестком диске И графический ускоритель класса Radeon 9700 Или GeForce 5800 Со 128 МБ видеопамяти Выпутавшись из цепких лап всех вступительных роликов и песенок Вступаем в так называемый геймплей Видео с предысторией пропустить нельзя У разработчиков была сломана кнопка Escape Игровой процесс сводится к перебежкам По дюжине одних и тех же локаций И выполнению некого количества побочных квестов Квесты надо отдать должное Достаточно разнообразные Хотя в 90 случаях их 100 Вам нужно просто подействовать одной штукой на другую И всунуть полученное куда-то еще Поэтому за геймплей ставим троечку Ничего супер интеллектуального и интересного Теперь пару слов о графике Первая радость Жутковатые полигональные модели кругом и всюду Вторая Таки 3D но камеру трогать не не Если не обращать на это внимание То картинка вполне приятная Но больше трех баллов поставить не можем Ну совсем ужасно иногда выглядят модели А вот озвучка порадовала Не сказать что русские актеры Выложились на 100% Но слушать их интересно и даже смешно И все это под приятную музычку Всякие разнообразные мелодии 4 балла за звук Поиск мест где можно нажать кнопку мышки Особо не досаждает Озвучка мила и ненавязчива И внешний вид приятный Поэтому несмотря на низкие оценки за геймплей и графику Мы все таки оцениваем эту игру на 4 балла Для поколения начинающих геймеров Анг будет очень интересен Но возможно сложным Поэтому смотрите наши советы и ответы на ваши вопросы Смешная игра? Да конечно Но в трясине веселых эпизодов теряется основная начинка сюжета И интерес разбираться что тут к чему Очаровательная спутница вдруг Пропадает на ровном месте Чтобы объявиться через 10 минут Как будто так и надо было А перед самым финалом герою приспичило полакомиться ананасами Другого времени не нашел А впрочем это же юмористический квест Так что будем снисходительны И ответим на ваши вопросы по прохождению Итак, первый вопрос касается прохождения в самом начале Мы предупреждали, что это будет нелегко Хелп, не могу понять что делать Я только начал играть и все еще нахожусь в спальне Мне надо выбраться через окно, но я не знаю как Все осмотрел Отвечаем Надо посмотреть на разбитое окно А потом на подвешенный цветок Затем спускайтесь вниз и возьмите с кровати Старую футболку и робу Которая лежит в шкафу Который в свою очередь открывается вазой Потом поднимайтесь наверх И используйте футболку на робе Тогда получается что-то вроде каната Этот канат используется на подвешенном цветке Следующий вопрос Помогите! Как мне вернуть обратно монету? Я не могу уплыть на пароме Отвечаем Для этого пройдите в сторону дворца В переулке будет висеть носок для ловли рыбы Потом идите к продавщице фишбургеров Откройте дверцу Кошки ее отвлекут Возьмите салат и булочку После этого отправляйтесь в сторону Нила С помощью сетки для ловли рыбы поймайте ее в канализации Соедините все части фишбургера и идите за свои монеты В принципе все довольно просто За какие только машины не сажали нас создатели симуляторов За штурвалы самолетов, вертолетов, прочих звездолетов За баронки гоночных автомобилей, рычаги танков и даже пульты подводных лодок Корабли тоже были, но сплошь боевые А вот освоить профессию капитана океанского лайнера Или скажем сухогруза как-то не доводилось За исключением Virtual Skipper симуляторы гражданских судов Очень редко становятся популярными Считайте, что этот маааленький просчет разработчиков Теперь исправлен V-Step выпустила симулятор надводных плавсредств мирного назначения Шип Симулятор 2006 Официальной датой выхода игры считается 13 июня 2006 года Локализации в России симулятор не получил В игре представлено 9 моделей различных плавсредств От прогулочного катера до самого настоящего Титаника Который кстати был воссоздан разработчиками с документальной точностью На освоение игры уходит удивительно мало времени Управляется любое судно с помощью трех модулей Первый рычаг управления двигателями У одних кораблей винт один и ручка соответственно тоже одна У других два винта и скорость оборотов каждого регулируется отдельно Следующим пунктом идет штурвал Его назначение думаем и так всем ясно А вот пульт управления дополнительным винтом на носу корабля Вызвал множество вопросов у наших зрителей Но об этом чуть позже Системные требования у Шип Симулятор 2006 примерно следующие Процессор с частотой 2 гигагерца, 515 оперативный и 128 мегабайт видеопамяти На жестком диске игра займет всего на всего 700 мегабайт Геймплей в таких играх как Шип Симулятор 2006 очень своеобразный Можно проходить миссию и одновременно болтать по телефону, смотреть телевизор и ужинать А что вы хотели? На то он и симулятор Поставил судно на курс и отдыхаешь полчаса Благо таких миссий не очень много Одним словом игра на любителя Четверка за геймплей Графика же превращает игровой процесс в настоящее удовольствие Добоваться окружающими пейзажами и моделями лодок можно до бесконечности 5 с плюсом за внешние данные Но для полного погружения в игровое пространство необходим еще один важный фактор Звук Поверьте, он здесь на высоте Находясь в кабине вы слышите как дождь барабанит по крыше Когда вы наблюдаете за движением своего судна с высоты птичьего полета До вас доносятся протяжные гудки огромных барж Но орев гигантских винтов Титаника просто вне конкуренции 5 баллов за звуковое сопровождение Подводя итоги хочется сказать, что шип симулятора 2006 это один из самых атмосферных симуляторов Можно даже сказать, что это игра выходного дня Когда некуда спешить и хочется просто расслабиться И насладиться видом океана с высоты капитанского мостика В своем жанре это однозначный фаворит Твердая пятерка Шип симулятор 2006 очень неторопливо Вся эта возня с корабликами совершенно не предназначена для того, чтобы проглотить игру целиком за пару вечеров Потреблять ее нужно маленькими порциями По 2-3 миссии в день Желательно перед сном Успокаивает очень хорошо Но чтобы вашему отдыху ничто не могло помешать Мы дадим вам пару советов о том, как лучше обращаться с этим очень милым симулятором Вопрос Помогите пройти миссию с огромной баржей Никак не могу доплыть до обозначенного на карте места разгрузки Наш ответ Во-первых, вам потребуется терпение Старайтесь не включать винты на полную мощность Иначе ваше судно накопит такую инерцию, что станет совершенно неуправляемым Во-вторых, когда будете выплывать из своего дока, будьте осторожны В этом месте всегда появляется еще одна такая же баржа Из-за плохой видимости ее замечаешь только в самый последний момент И избежать столкновения никак не получится И последнее Не забывайте о переднем винте Пользуйтесь им при разворотах и в узких местах Вопрос, где найти трамплины в миссии с катером? Ответ По длинному каналу плывите на юг Слева увидите много маленьких яхт Прибирайтесь сквозь них и увидите трамплины Смотрите во второй части программы Shadow Grounds События происходят на Ганимеде Спутнике Юпитера Планета состоит в основном из горных пород льда Атмосфера практически отсутствует Температура на поверхности минус 165 градусов по Цельсию Но тем не менее В 2050 году туда отправляются три экспедиционных корабля Чтобы разбить первый лагерь поселенцев Gloria for Roman Empire Неплохая игра, но при этом она бесконечно далека от идеала Цезаря Тут вроде бы все хорошо Но совсем уж детская облегченность геймплея И множество недостающих мелочей Смотрите во второй части программы Gloria for Roman Empire Неплохая игра, но при этом она бесконечно далека от идеала Цезаря Тут вроде бы все хорошо Но совсем уж детская облегченность геймплея И множество недостающих мелочей Shadow Grounds События происходят на Ганимеде Спутнике Юпитера Планета состоит в основном из горных пород льда Атмосфера практически отсутствует Температура на поверхности минус 165 градусов по Цельсию Но тем не менее В 2050 году туда отправляются три экспедиционных корабля Чтобы разбить первый лагерь поселенцев За последние полгода вышли несколько градостроительных симуляторов Циф Сити Роум в конце июля В конце сентября Цезарь 4 О нем мы обязательно расскажем в одной из следующих программ А сейчас вы увидите еще одну игру Вся эта троица сделана по такому же принципу, что и старый добрый Цезарь 3 1998 года Но различия все-таки есть Glory of the Roman Empire Смотрим Как ни крути, а основа Glory of the Roman Empire Взята именно из того самого Цезарь 3 Вышедшего черт знает сколько лет назад Увы, но за последние 8 лет разработчики из Gaiman Games Авторы довольно милой стратегии Царь Burden of the Crown И очень спорные RTS Celtic Kings Не смогли изобрести ничего нового Снова нам предстоит примерить на себя Роль римского губернатора Который римский же император Постоянно зазывает поднимать Из пепла какие-то глухие деревни Превращая их в процветающие города Строит на задворках Мировеличественные амфитеатры и так далее Отметим, что создатели Glory of the Roman Empire Не просто упростили, а можно сказать Безжалостно кастрировали всю экономическую часть игры Вам не придется думать о повышении Или понижении зарплаты рабочим И можно смело забыть о налогах и деньгах В игре их попросту нет Да и докучливый император Не станет мучить вас заданиями Типа обеспечить поставку в Рим 20 корзин оливек в течении месяца Все элементарно В домике строятся из вами же добытых материалов Вроде дерева, камни и глины А то же золото в неограниченных количествах Извлекается из шахт И тратится исключительно на закупку Свежих партий рабов Миссия которых заключается в транспортировке товаров Между ключевыми строениями вашего города Игра поступила в продажу 26 июня 2006 года Рекомендованные системные требования Процессор 2,4 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И 1 ГБ на жестком диске В Глорио Фри Роман Эмпайр Когда долго не получается выполнить задание Сразу вспоминаю, что точно так же мы уже сидели Мучились и в 3 Цезаре И в Цив Сити Ром Графика в этой игре очень хорошая Она не столько впечатляющая, сколько приятная Все объекты прорисованы качественно И при изменении масштаба картинка не теряет своей красоты Очень интересно отличиться от игрового процесса И осмотреть окрестности Водоемы, водопады, горы и ущелья За графику ставим 5 баллов Претензий нет Озвучка также оставляет приятные впечатления Музыка расслабляет и успокаивает Настраивает на положительные эмоции и не раздражает Все действия в игре озвучены, а жители даже издают какие-то звуки Радуются, шумят, болтаются друг другом За звук также ставим 5 баллов Пока разработчикам не удается повторить триумф в Цезарь 3 Глорио Фри Роман Эмпайр неплохая игра Но при этом она бесконечно далека от упомянутого выше идеала Тут вроде бы все хорошо, но совсем уж детская облегченность геймплея и множество недостающих мелочей Например, отсутствие денег и вообще экономики как таковой В общем, мы оцениваем эту игру на 4 балла Если честно, просто непонятно какой смысл мучиться развивая город Если жители могут вечно жить в хибарах и при этом вкалывать как проклятые Зачем удовлетворять постоянно возрастающие потребности населения Если это самое население, ничего страшнее грозных воплей и проклятий изобрести не может Увы, но Глорио Фри Роман Эмпайр всего лишь очень простая неплохая игрушка На пару вечеров и средство от скуки А чтобы скука не переросла в раздражение, мы расскажем вам несколько советов И ответим на ваши вопросы по игре Первый вопрос У меня постоянно не хватает людей для работы Когда я строю дома и появляются новые жители, у меня не хватает еды и вещей для них Не могу пройти миссию, что делать? Отвечаем Если у вас не хватает рабочей силы, не рабов и производства еды на максимуме Попробуйте избавиться от лишних строений Например, каждая префектура требует 4 человека Следующий вопрос Помогите! У меня критическая ситуация Нехватка практически всех ресурсов и ничего не производится Отвечаем Для нормальной работы каждого здания требуется какой-то ресурс Внимательно следите за тем, какие ресурсы требуются для производства Это можно делать по графикам На них четко показывается, сколько вы производите, используете и храните ресурсов А вообще игра очень проста Здесь нет сложной экономической модели и жители практически всегда довольны Игровой процесс Shadow Grounds больше всего напоминает темные и страшные аркады Вроде Alien Shooter и Crimson Land Только несколько умнее Противников не так много, убить их сложнее, да и кусаются они больнее Более того, в игре очень сильный сюжет Он, конечно, не претендует на оригинальность и не балует неожиданными поворотами Но играть все равно интересно В общем, сейчас сами все увидите События Shadow Grounds, за исключением двух последних уровней, происходят в Ганимеде, спутнике Юпитера Планета состоит в основном из горных пород и льда Атмосфера практически отсутствует Температура на поверхности минус 165 градусов по Цельсию Но, тем не менее, в 2050 году туда отправляются три экспедиционных корабля, чтобы разбить первые лагеря поселенцев Нам отведена роль местного техника, который по вечерам любит ковыряться в своем драндулете Однажды в лагере вырубилось электричество и в один миг всех его обитателей сожрали отвратительные твари Нам же, как всегда, предстоит убить всех монстров и спасти галактику Возможно, вы уже где-то все это слышали, а может даже и видели Игра, мягко выражаясь, построена на принципе цитирования более именитых прародителей Но, надо заметить, это не минус, а своего рода особенность Системные требования Shadow Grounds – это процессор с частотой 2 ГГц, 128 МБ оперативный и 64 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 2 ГБ Игры жанра 3D-экшн безусловно лидеры по монотонности геймплея и выручают их только две вещи – атмосфера и сюжет С первым у Shadow Grounds все в порядке Взяв лучшие хоррор-элементы у такого монстра, как Doom 3, он без труда заставит вас понервничать Что же касается сюжета, то он, несмотря на свою банальность, тем не менее очень грамотно проведет вас буквально за руку через всю игру Так что геймплей получился и захватывающим, и как будто даже не однообразным, но совершенно не характерным За предсказуемость и вторичность геймплея получает четверку Графика вряд ли вызовет у вас неприятные ощущения Все сделано очень грамотно и профессионально Ролики полностью построены на движке самой игры, и за это, правда, смотрится несколько угловато Зато никого не оставят равнодушными сами монстры Страшные тени, которые то тут, то там отбрасывают трупы убитых и раскрывают пасти еще живых тварей, заставят запаниковать любого Таким образом, главный экшн-элемент – графика у Shadow Grounds на высоте – 5 баллов Ничто так не пугает в экшнах, как звук Вспомните Doom 3 Зачастую от страха хочется не закрыть глаза, а отключить колонки К счастью, разработчики Shadow Grounds не забыли об этом Влетающие ни с того ни с сего вентиляционные решетки, жуткие крики вдалеке коридора И рев выскакивающего из темного угла монстра – все это есть и сделано мастерски Вокальные данные Shadow Grounds оцениваются всеми 5 баллами Надо сказать, удивительное получилось дело Оказывается, вечерние аркады, которые мы с вами обычно употребляем для того, чтобы полчасиков развлечь себя перед сном, тоже могут иметь интересный сюжет Если не верите, попробуйте Shadow Grounds – отличная игра для своей весовой категории 5 баллов Если вы в свое время провели немало часов перед монитором, уничтожая неприятелей в Doom 3, то советую обратить внимание и на эту игру Недаром Shadow Grounds за прошедший год завоевал признание сначала в отдельно взятых Германии и Финляндии, а затем на него обратили внимание американские и европейские издатели А теперь экшен добрался и до наших краев А чтобы у вас все получалось, мы, как всегда, ответим на несколько самых часто задаваемых вопросов по игре Вопрос Как убить босса на уровне The Water Treatment Facility? Ответ Тактика сражения проста Бегайте и старайтесь, чтобы у вас попало как можно меньше слизи, которые плюются гусеницы и босс Сами в это время расстреливайте чузака из автомата, не жалея патронов На двух стенах слева и справа висят аптечки Если будет возможность, подбегайте и подлечитесь Когда индикатор в верхней части экрана достигнет критической точки, босс умрет А Джейн Уэсли Уэйс покинут водную станцию Вопрос Можно ли прокачивать оружие и как? Ответ Да, для усовершенствования оружия вы будете не находить специальные детали Чаще всего они вываливаются из убитых чужаков Для каждого обновления нужно определенное количество деталей Улучшение пистолета и дробевика обходится недорого, но чем больше и мощнее оружие, тем большего количества деталей оно требует Все усовершенствования оружия производят на специальном экране Чтобы на него попасть, нажмите клавишу Enter во время игры Здесь вы можете прочесть информацию о возможностях личностного роста ваших убойных средств и их стоимость На сегодня это все Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес faqsobaka.moosdfistv.ru И я обязательно отвечу До скорого, играйте и выигрывайте С вами был Борик, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok